Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина и о подобных местах мы с вами еще не виделись. Я в купе поезда, уже доезжаю, целую ночь провела в поезде, правда читала, это уже положительно, и еду я в гости, еду я в гости к Гале Довидюк, я думаю многие знают ее по ютубу, и еду я к ней в гости в Карпаты. И мы уже сейчас фактически подъезжаем, мы уже проехали Ивано-Франковск, и вот уже где-то минут через 20, наверное, нужно будет выходить. Вот что у нас. За окном у нас вот такие пейзажи, но иногда бывают речки, там какие-то озера, поля, это сейчас не самое красочное, что можно себе представить, но бывает прям проезжаем по всяким мостикам, так классно, едешь над водой. Поспала я, конечно, сомнительно, потому что была пара, которые выходили в около 4 утра, и девушка, которая выходила в 6 утра. Когда вышла девушка, зашло еще двое, женщина с ребенком. И девочка, она просто не сидела на месте, она говорила во весь голос, она прыгала тут по этим этажам, то есть она тут вообще чуть не разобрала эту купе по кирпичикам, хотя девочке, ты понимаешь, третий класс, это ей лет 9. Но она прям вообще бесилась, как только могла. Показывала мне видео со своего последнего, ну вот этого последнего звонка, да, я думаю, в школе. И когда они уходили, это было так мило, они уходили, и мама ее уже вышла, она плетет из резиночек, ну вот то, что сейчас модно. Мама ее уже вышла, и она вот так вот быстро положила мне на стол, она сплела розочку, как вам показать, вот, из резиночек. Положила мне такой, на тебе, типа, за все хорошее. Это было очень мило. Единственное, что я сейчас очень боюсь пропустить свою остановку, потому что я еду не до конечной, мне нужно выйти на одну из остановок, я такого вообще никогда еще не делала, я всегда ехала до конечной, и поезд стоит 2 минуты. То есть мне нужно реально прям уже стоять около выхода для того, чтобы выйти там, где нужно. Потому что следующая, по-моему, только остановка будет только где-нибудь в Польше. Поэтому надо выстраиваться уже около выхода, чтобы точно выйти где надо. Правда, я рассчитывала на лето, на тепло. Ух ты, смотрите. Ай, там было поле. А, это, походу, огороды чьи-то. Кукуруза только что была. Я рассчитывала на тепло, я с купальника вообще полуголая. А там обещают чуть ли 18, дождь. У меня ни куртки, ни балеток, то есть у меня платье, сарафан и шлепанцы, и все. Это все, что у меня есть. Ну, что поделаешь, я стараюсь в такие моменты уже себя как бы не корить, потому что что-то сделаешь, они уже дома остались. То есть уже от того, что я буду переживать, уже ничего не изменится. Поэтому уже ничего не сделаешь, ждем остановки. Подъезжаем. Там видно горы. Красота. Класс. Все, я добралась. Я вышла из поезда на нужной остановке. Мы стали, я ищу одна женщина, которая тоже ехала впервые. Мы стали в этом тамбуре. Главное, мы подходим к проводнице. Проводница, я спрашиваю, а это, кстати, это город Надвирно называется. Я спрашиваю, а Надвирно скоро? Он говорит, наверное. Наверное. В смысле, наверное? Ну, я подумала. Говорю, в смысле, ну, подумала. В смысле, наверное, вы же проводник. Что значит, наверное? Ну, я добралась. И? Привет. Меня уже накормили, напоили, и сейчас едем гулять. Галя еще не смотрела свои подарки. Это целая история. Я же, как всегда, я же садист. Я же каждый набор отдельно в бумагу. Там вот так вот еще в три оборота и скотча туда по полметра. Так что это все еще надо будет хорошенько там постараться, чтобы это все сделать. Я уже переоделась, потому что было жарко. Здесь столько приколов, серьезно. Во-первых, я вышла из поезда. Через три секунды я еще не успела спуститься на нижнюю ступеньку. У меня заложило уши. И говорит Галя, я говорю, у меня уши заложило. Говорит, это нормально, тут горы. Я так... И было это, наверное, полчаса. Потом прошло. Что еще? А, если тарелку помоешь, там, или чашку, или что угодно, и оставишь мокрое, она не высохнет. А, и... Что ты мне сейчас сказала? А, что если... Днем нужно, чтобы окна были нараспашку, потому что жарко, а на ночь, не дай бог, оставить, потому что проснешься ледышкой. То есть по ночам очень холодно, а днем очень жарко. Но это все очень интересно, и я, наконец-то, я в отпуске. Единственное, чего я не могу понять, как люди могут привыкнуть к вот этому. Я еду и смотрю на эти горы, и это просто обалдеть. Мы приехали в город, называется Яремчи. Купаться все заборонено. Сейчас я поближе. Мы идем на водопады. Жарко? Жарко. 32 на секундочку. Смотрите, какая красота. Ну да, купаться запрещено, но кое-кому заклад не писан. Люди лезут по полной программе. Ну, конечно, красота. Такой этот... Я как-то, ты был... Водоворот. Водоворот. Очень много людей. Везде горы. Я не знаю сейчас, если... Видно, видно. Я не представляю себе, как люди могут вообще привыкнуть жить в такой красоте, потому что мы ехали на машине, и люди идут, эти горы со всех сторон, люди идут, смотрят себе под ноги, и вообще не замечают этого всего. Я не представляю, как это можно вообще такое... Как это может быть. Посмотрите, какая красота. Если вы меня вообще слышите. Я не знаю, как это выглядит в камеру, но вживую это просто потрясающе. И с этой стороны. Очень смотришь на вот эту бурлящую воду. Это, ну... Что-то невероятное. Поднимаем глаза вверх. И видим горы. Попробуем водичку. Холодная. Вообще аж пальцы сводит. Горная речка. Вот. Оттуда все течет. Посмотрите, первый подарок разворачивался аккуратно с помощью вот этого орудия. Второй подарок разворачивался вот так. Как волки разорвали. Это калиновая роспись и вот такой вот маленький этот... Ночной грудь. И Галя такая разотранная. Бумажка эта стоила в векове вечера. Мы немножко повышевали. Ну, сейчас сложили все, убрали, потому что вроде как тучи собираются, а Галя говорит, здесь они собираются очень быстро и какие-то прям грозы могут собраться очень быстро. Такие с вот таким вот градом. мы решили сходить и скупаться, потому что в ближайшие несколько дней обещают ухудшение погоды. Но вы остаетесь здесь, потому что там некуда поставить камеру, но обязательно через там, может быть, завтра, может, послезавтра пойдем еще на озере. Может, просто уже не купаться, просто сходим. И тоже вам покажу. И хотим мы на днях поехать, ну, поехать, пойти в город. Так уносят тут какие-то у нас пакеты. Мы хотим пойти в город. Есть там кое-что, что мне бы хотелось, и меня кое-что попросили, но об этом обо всем позже. Вернулись мы уже с пляжа. Тут у нас собака. Вот, три месяца. Посмотрите, какой восторг. Это тот случай, когда, можно сказать, щенячий восторг. А вот там вот у нас кошка, загнанная вот этой вот собакой. Посмотрите, как она оттуда наблюдает из надежного укрытия. А там у нас Галь. С полопяточком в руках. Сходили мы уже на озеро, накупались, позагорали. Конечно, красота невероятная. Я не знаю, что получилось. Я еще не добралась до Галиного телефона. Мы его тут с ребенком разрываем на двоих. Потому что свой я почему-то оставила дома. Я не знаю, почему я загадочный человек. Я не знаю, как будет лучше. Это загадка. Красота, такое ощущение, что ты плаваешь в какой-то, знаете, этой открытке. То есть тут плывешь вроде так нормально, там ивы всякое такое. Разворачиваешься в другую сторону, а там горы. И ты реально плывешь на горы. Ну, красота невероятная вообще. Я еще раз, я, наверное, уже это говорила в этом видео, но я не представляю, как к такому вообще, в принципе, можно привыкнуть, как люди к этому привыкают. Это красота просто, от которой перехватывает дух. То есть вот тут вот у тебя горы прямо близко, а там вот на горизонте прямо горы высокие. Потрясающе. Так что завтра пойдем, возьму еще с собой и тоже камеру, и тут кошка чавкает чем-то. Сейчас будем делать шашлыки. Тут вот у меня лежат все мои рукодельные, лежит мой детский сэплер. Надеюсь, что все-таки я его здесь закончу, но это будет уже совсем не серьезно, если я его не закончу. Ну, я его закончу, да. Сейчас будем делать шашлыки, а вечером вышивать. Какая аккуратность. Посмотрите, дрова. 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 Их бы вот так вот погрузить, и мне в Киев так на даче подогнать грузовичок. Развлекательство. Разгорается. Мы жарим овощи и зефир. Я никогда не понимала, в чем прикол, чтобы жарить зефир. Видите, мой немножко румяный. Сама виновата. Но он внутри получается не как зефир, а такой, ну, фактически жидкий, как густое мороженое. Я вообще никогда раньше этого не делала, а оказалось, что очень даже вкусно. И тут овощи, а потом будет мясо. Вот, кстати, кому интересно, как выглядит пакет, вот, своя линия. Это в АТБ продается. Зефир с жевательным барбекю. Состояние шашлыка готовое. Вот и подошел к концу этот день. Тут у нас остатки былого пиршества. Нажалили мы шашлык. Вот немножко нам еще на завтра осталось. И завтра мы планировали поехать, пойти в город и пойти утром купаться. Но я посмотрела прогноз погоды. И вроде обещают дождь на завтра, и вообще обещают похолодание. То есть сегодня у нас было 32. Завтра уже и в последующие дни обещают, что 20-22. Поэтому я сомневаюсь, что особо мы будем ходить купаться. Но хотя бы покупались в первый день, уже очень круто. И хотим в несколько магазинов зайти и посмотрим, как у нас это получится. А сегодня нас с Галей ждут только вечерние посиделки вышивальные. Сейчас у нас сколько? Пол десятого. И мы еще повышиваем. Видите, как светло. Пол десятого абсолютно светло. Галя сказала, что тут темнеет гораздо позже, чем в Киеве. То есть у нас в Киеве вот где-то в это время уже так начинает темнеть. Сейчас вообще абсолютно светло. Посмотрим. Потому что завтра надо будет вставать рано, потому что ребенок просыпается в 5-6 утра. Но зачем здесь спать? Нет, ну какое-то количество времени, конечно, нужно спать все равно. но тут просто рай. Да. Все на сегодня. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова